Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программы «Открытый диалог» мы продолжаем обсуждать с министром информации и коммуникации наиболее важные темы прошедших 7 дней. Здравствуйте, Дориан Скирбекович. Здравствуйте, Ярла. На этой неделе появилась новость о том, что Казахстан улучшил свои позиции и занял 28 место в рейтинге «Дуинг бизнес». Вот что это для нас значит? Уже по названию понятно, что данный рейтинг оценивает легкость ведения бизнеса в нашей стране. Он учитывает самые разные параметры, например, совершенство законодательной базы, налоговый режим, защита прав инвесторов и многое другое. Всего данный рейтинг, который составляет Всемирный банк, оценивает 190 стран мира. И Казахстан за один год поднялся с 36 место на 28. Это очень высокий показатель, на который ориентируется в том числе и международный инвестор. А что произошло за этот год? Что послужило толчком? На самом деле поддержка бизнеса – это один из столпов политики главы нашего государства. И, пожалуй, наряду с социальным обеспечением это главный ее приоритет. Вспомните, только в мае этого года президент подписал закон по предпринимательской деятельности. Это колоссальный документ, который предусматривает порядка тысячи поправок в 14, по-моему, кодексов и более 100 законов. Данный закон, к примеру, предусматривает сокращение контрольных функций государства на 30%. Это очень серьезный, я бы даже сказал, беспрецедентный шаг. Нужно отметить ту колоссальную работу, которую по поручению главы государства проделало правительство в целом, Министерство национальной экономики, Национальная палата предпринимателей Атамикен и парламент Республики Казахстан. Конечно, такой показатель 28-го места не может не радовать. Но мне хотелось бы узнать ваше мнение. Это какой-то наш потолок, это предел или есть куда дальше расти? Ярлан, я не люблю беспочвенный оптимизм, однако хочу отметить, что сегодня есть предпосылки для дальнейшего поступательного движения по улучшению бизнес-климата в нашей стране. Какие факторы? Во-первых, не будем забывать, что в своем октябрьском послании президент объявил о значительных налоговых преференциях. Во-вторых, предусмотрены значительные средства на льготное кредитование предпринимательства. В-третьих, как вы знаете, по поручению президента практически все государственные услуги, в том числе и для предпринимателей, перейдут в электронный формат. Ну и в-четвертых, в текущем году созданный набирает свои обороты Международный финансовый центр Астана. Это даст серьезный толчок развитию рынка. Думаю, все это вкупе дает нам право рассчитывать на дальнейший рост в части развития бизнес-климата. На прошлой неделе в социальных сетях, а потом уже и в средствах массовой информации, активно обсуждалось празднование в Алматы столетия комсомола. Учитывая, что Казахстан давно уже попрощался с коммунистической идеологией, ряд пользователей считает, что государство не должно проводить подобные мероприятия. А государство не проводит их. Мероприятие, о котором вы говорите, было организовано коммунистической народной партией Казахстана, вероятно, на средства с членских взносов и спонсорские деньги. Из государственного бюджета не было потрачено ни тина. Есть мнение, что празднование столетия в ЛКСМ прошло гораздо помпезнее, гораздо масштабнее, чем празднование столетия партии ЛАЖ. Действительно ли это так? Это полностью не соответствует действительности. Предлагаю сравнить масштабы. С одной стороны, мероприятие в одном из театров с участием нескольких сотен человек. С другой стороны, целый комплекс мероприятий на протяжении всего календарного года и во всех областях страны. Приведу несколько примеров. Во-первых, к столетию движения ЛАЖ был отснят 12-серийный фильм «Тарзаман», который был показан на национальном телеканале «Казахстан». Помимо этого, в кинотеатрах была представлена его полнометражная версия. И таких фильмов было несколько, включая документальный фильм, насколько помню, «Алаш Туастанда». В городе семьи за счет государственных средств был открыт памятник Алихану Букиханову. А в местном музее «Алаш Арстары» была полностью обновлена экспозиция. Также были изданы и презентованы серии книг о движении «Алаш». Вышло очень много материалов в средства массовой информации. Ну и нельзя забывать о том, что в сентябре прошлого года прошла крупная международная научная практическая конференция, которая была полностью посвящена столетию Алаш Орды. Если вы помните, в этом мероприятии приняло участие государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдакалыкова, который зачитал приветствие от имени главы государства. Дорин Аскербергович, на одном из мероприятий по празднованию столетия в ЛКССМ был использован логотип Рухани Жангрода. Вот лично вам скажите, пожалуйста, не кажется это как минимум профанацией? Вы знаете, я здесь полностью соглашусь с комментарием министра общественного развития Дарханом Калитаевым. На местах нередко проявляется наша неизжитая привычка превращать все в компанейщину. С этим нужно бороться, необходимо разъяснять, что от таких перегибов не выигрывает ни государство, ни общество. Я еще раз повторю, празднование столетия в ЛКССМ не имеет ничего общего с государственной идеологической политикой. По сути, это было частное мероприятие с участием бывших комсомольцев. Его можно сравнить со встречей старых друзей или выпускников, не более. Но если изучить дискуссии вообще вокруг этой темы, никто не осуждает в принципе самих коммунистов. А больше, конечно, критика приходится на присутствовавших на этом мероприятии государственных деятелей. Вот что вы скажете по этому поводу? Давайте на чистоту. Для Казахстана комсомол давным-давно остался в прошлом. Но в этом прошлом жили и трудились целые поколения казахстанцев. Мы не можем этого отрицать. Как не можем мы отрицать того вклада в развитие нашей страны, который внесли люди, которые прошли через комсомол. Люди, которые сейчас, многие из тех, кто сейчас критикуют это мероприятие, тоже были комсомольцами. А это мероприятие, которое прошло, это не политическое собрание, не ностальгия по коммунизму, а встреча людей, которые вспомнили свою молодость. Ну и последний вопрос. По традиции, назовите, пожалуйста, самую запомнившуюся вам новость этой недели. В прошлый четверг в столице была подписана Астанинская декларация по первичной медико-санитарной помощи Всемирной организации здравоохранения. Символично, что она стала обновлением аналогичного исторического документа, который был подписан в городе Алматы 40 лет назад. То есть 40 лет все страны, которые входят в Всемирную организацию здравоохранения, работали на основе принципов и задач, которые были заложены в Алматинской декларации. И эти принципы и эти задачи, по большому счету, спасли, наверное, миллионы жизней. Однако, с учетом появления у здравоохранения новых вызовов и проблем, подписание документов в Астане станет новым этапом в работе этой глобальной организации. И здесь необходимо отметить ту большую работу, которую проделало Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Дорин Скорбехович, наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам за содержательную беседу и до встречи на следующей неделе. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»